Здравствуйте. Мы сейчас технические моменты некоторые тут у стаканя. Мы приступим к лекции о горлицкой катастрофе. Сейчас пока что небольшая музыкальная пауза, так сказать. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Песни из того времени. Звучит музыка. 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 на карту вот здесь вот 9 армия то есть николай николаевич хотел вот таким вот замахом наступать вот а иванов считал что основные события в полосе 8 армии брусилова происходят мы сейчас посмотрим что же на самом деле там была карта она вся не умещается ну вот вот это здесь вот балтика вот от балтики до румынии растянулся восточный фронт в буковине должен был наступать личицкий то есть командарм 9 оба не уделяли большого внимания угрожаемому направлению в полосе 3 армии где командармом был рад к дмитриев еще раз взглянем на карту вот она 3 армия полоса растянута намного длиннее чем допустим полоса армии 8 брусилова по нашему мнению главная ошибка и иванова и николая николаевича состояла в том что они отдав фактически приказ рад к дмитриеву встать в оборону не проконтролировали как же он его исполнил что сделал ничего он не сделал за имевшиеся надо сказать достаточное время но эти события выходят за рамки данной лекции то что было в апреле в марте мы их сейчас не особенно касаемся но констатируем такой вот факт 1 мая австро-германские канониры начали в полосе 3 армии пристрелку перешедшую в беспокоящий огонь это выдавало на мерения по прорыву ну в совокупности с другими факторами но рад к дмитриев не принимает никаких контрмер германцы готовятся в бой как на учениях безо всяких помех между тем немецкие канониры делают регулярные паузы в ходе которых инженерные партии делают проходы в проволочных заграждениях по немецким данным силы наступавших а это было порядка 216 тысяч человек и оборонявшихся точная сила цифра не указывается по керсновскому на участке прорыва враг имел пятикратное превосходство в пехоте но об этом мы поговорим еще позднее так вот по немецким данным силы были приблизительно равны 10 пехотных дивизий 11 германской армии сводный 41 резервный гвардейский германский и 6 австрийский далее 10 армейский германские корпуса всего 634 орудия командар маккензен 8 пехотных однако вали риска дивизии в 4 австро-венгерской армии 350 легких и 103 тяжелых орудия было в этой армии и у русских 18 с половиной пехотных и 5 с половиной кавалерийских дивизий в 3 армии также 680 орудий 11 германская армия имела в сводном корпусе 11 баварскую 119 пехотные ну германскую естественно пехотные дивизия сорок 11 резервном 3 опасные единственные взрослые HDR якобы в head of the гвардейском корпусе были перво и второ гвардейские дивизии в шестом австрийском корпусе были 12 и 39 пехотные а также 11 кавалерийская дивизии и десятом армейском корпусе имелись 19 и 20-я пехотная дивизия. 4-я австро-венгерская армия. Командарм эргерцог Иосиф Фердинанд. Эта армия располагала следующими силами. 62-я пехотная дивизия. Начдив Штёгер-Штейнер. Части Ландвера на севере повисли. Далее 14-й корпус. В него входили 3-я дивизия. Начдив Харзетский. 8-я дивизия. Начдив фон Фабиани. 47-я резервная германская дивизия. Начдив фон Бессер. Фон Бессер. И Комкором был в этом корпусе генерал Рок. Непосредственно ударным клином прорыва. То есть были вот эти вот силы. 9-й корпус. 10-я. Начдив фон Меценцефи. 106-я. Начдив Клеттер. Пехотные дивизии. Вот эти две пехотные дивизии входили в 9-й корпус. Комкором был Кролицек. По-разному можно это имя читать. И действовал этот корпус из Громника. Немецкие цифры грешат натяжками. Ибо фактически 11-я армия наступала в полосе Громник Молостов. Одного в этой полосе стоял лишь один русский 10-й корпус. Ну взглянем сейчас на карту. Вот здесь вот наступала 11-я германская армия. И здесь вот располагались дивизии только лишь 10-го армейского корпуса русского. Четвертая австро-венгерская армия наступала же в полосе 9-го корпуса. Ну здесь на этой карте не видно, то есть частично только видно. Вот здесь вот 9-й корпус. Начинается полоса действия 9-го корпуса. И здесь вот 4-я австро-венгерская армия, которая также в поддержку 11-й ведет наступление. В артиллерии наблюдался следующий перевес. Тяжелые орудия у русских, то есть у Радко-Дмитриева имелось 4 орудия. У австро-германцев 334. Полевые орудия у русских 675, ну или 676 орудий. У австро-германцев 1272. Минометы у русских ни одного. У австро-германцев 52. По Заянчковскому 70. Но шведский генеральный штаб в работе о горлицком прорыве считает, что в каждом корпусе имелось по 4 минометных команды. В каждой было по 6 стволов. И это дает таким образом 96 минометов. Насыщенность атакующих пулеметами была неравномерной. В гвардейском корпусе в полку было по 7-8 пулеметов. В 41-м резервном по 5 на полк. В сводном корпусе в 11-й баварской дивизии, например, имелось всего лишь по 2 пулемета на полк. Описываемое событие, вот эта горлицкая катастрофа, это была крупнейшая операция 3-й Галицийской битвы, которая шла в это время на Восточном фронте. Германские войска начали наступление на русских у горлицы, нацелив основной удар на львов. Сейчас мы взглянем на карту. То есть, вот отсюда 11-я германская армия в стыке между 3-й и 4-й австрийской армиями. Она была здесь скрытно сосредоточена и наносит удар в районе горлицы, прорывая фронт в направлении на львов. Стратегический план состоял в том, чтобы нанесением последовательных мощных ударов из Восточной Пруссии и Галиции прорвать оборону, окружить и уничтожить в Польше основные силы русских. Ну, взглянем еще раз на вот эту вот карту. То есть, приблизительно дело шло о том, чтобы после Львова вот так вот выходить через Брест-Литовск и здесь с севера также устроить гигантский мешок. На участке предполагаемого прорыва у русских не было значительных сил. Основные соединения увязли в Карпатах. Кроме того, не было в районе горлицы и серьезных естественных преград. Также прорыв в горлице отрезал пути отхода русской группировки в Карпатах и создавал угрозу окружения всего левого крыла Юго-Западного фронта. Ну, то есть, альтернатива вот упомянутому глобальному стратегическому плану это был бы удар не на север, а удар вот сюда вот на юг, в тылы вот этих вот русских войск. С юга операцию обеспечивала 3-я австро-венгерская армия. В нее входили 10-й, 3-й, 17-й, 7-й корпуса. Командармом был Бараевич с северо-запада. 4-я австрийская армия. В нее, как уже говорилось, входили 9-й, 14-й корпуса, в том числе 47-я германская пехотная дивизия группы Штегер-Штейнера. Венгерская бригада Сцерне из группы генерала Воерша была эта армия. В 11-й армии шли в атаку гвардейский корпус, 1-я, 2-я, германские пехотные дивизии Комкор фон Плеттенберг, 6-й австрийский корпус, 12-я, 39-я пехотные дивизии Комкор Арц, 41-й резервный корпус, 81-я, 82-я резервные дивизии Комкор Франсуа, сводный корпус, 11-я, Баварская, 119-я, германская пехотная дивизия Комкор Кнейсель. Ближайшей задачей германо-австрийских войск был прорыв позиций Юго-Западного фронта на участке горлица Громник, последующее окружение и уничтожение 3-й русской армии генерала от инфантерии Радко Дмитриева и далее решительное наступление на Перемышль и Львов в тыл русским армиям. На 35-ти километровом участке прорыва германо-австрийские войска сосредоточили 10 пехотных и 2 кавалерийские дивизии, всего 106 батальонов, 126 тысяч бойцов, от 412 до 457 легких и 160 тяжелых орудий. Из них 12 стволов калибра 305 мм, 16, 210 мм и 106, 150 мм орудий. До 96 минометов насчитывалось в войсках наступавших и 260 пулеметов. Войска были укомплектованы лучшим офицерским составом и к предстоящему наступлению полностью обеспечены материальными средствами. Германское командование определило линию прорыва Ропица, Русская, Горлица, Сташкувка, Ржепенник и далее выход на линию Змигрут-Колачицы. То есть, здесь вот между Горлицей и Тарновым в немецких источниках операция называется операция Горлица-Тарнов. Прорыв и вот выход сюда. Войска Юго-Западного фронта в Галиции главнокомандующий генерал от артиллерии Иванов были растянуты на 600 км от реки Пилеца до румынской границы. Ну вот, смотрим Юго-Западный фронт. Вот он, Румыния и пошел на север. Главной задачей Юго-Западного фронта считалось завершение силами 8-й армии и частью сил 3-й армии командармы, соответственно, Брусилов и Радко Дмитриев в завершение Карпатской операции. В 3-й русской армии в ней было 18 пехотных и 6 кавалерийских дивизий. В этой армии на направлении прорыва находилось 4 пехотные дивизии 10-го 31-я дивизия на линии Сташувка-Мшанка 61-я запасная дивизия на линии Мшанка-Горлица-Соколь 9-я пехотная дивизия Сенковка-Дрогашув. Вот смотрим вот он 9-й корпус и вот эти дивизии вот они В резерве в городе Ясла в одном переходе от участка от прорыва, где находился и штаб 3-й армии стояла 63-я пехотная дивизия Ясла смотрим на карту вот оно Ясла вот на таком удалении от позиции находилась перед операцией 63-я пехотная дивизия 63-я пехотная дивизия была не укомплектована и не имела артиллерии Нажди вам был Антипов в этой дивизии также наступление наступление велось против левого фланга 9-го корпуса ну в нем была 70-я запасная дивизия 81-я, 21-я, 26-я, 25-я ополченческие бригады на линии Громник Сташкувка Громник Громник вот он ну и далее на север вот она 70-я всего на участке прорыва было до 60 батальонов 3,5 ополченческие бригады 60 тысяч бойцов примерно 141 лёгкое и 4 тяжёлых орудия 100 пулемётов ну то есть это вот непосредственно в полосе прорыва таким образом в пехоте двукратное превосходство имели наступавшие в Змигроде находилась бригада 81-й пехотной дивизии 2 кавалерийские дивизии были в Кросно Змигрод 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 важный пункт вот он Змигрод на карте Кросно он тут вот за картой фактически примерно здесь вот он находится Кросно 3-я казачья дивизия стояла в городе Дембовец 3-я кавказская казачья в Ржешуве таким образом германо-австрийские войска имели двукратное превосходство в пехоте и трёхкратное в артиллерии а по тяжёлой артиллерии и по миномётам вообще превосходство было подавляющим в российской армии был большой некомплект личного состава не хватало снарядов орудия не могло расходовать более 10 снарядов в день кроме того из-за ошибочных планов мобилизации в целом русская артиллерия надо сказать как и французская и английская не имела тяжёлых и соответственно дальнобойных орудий в количестве достаточном для контрорудийной борьбы соответственно немцы легко подавляли русские батареи а лёгкие полевые пушки русских не могли достать вражеские батареи глубина обороны была недостаточной инженерное оборудование оборонительной позиции неполное главная линия со сплошным проволочным заграждением причём только лишь участок в 11 километров у горлицы имел 3-4 ряда кольев горлица вот она горлица и вот только тут было 3-4 ряда кольев а остальные линии не были оборудованы таким количеством рядов то есть меньше было рядов кольев интервалы 2 от 2 до 5 километров на этих интервалах располагались две тыловые позиции с проволочными заграждениями лишь на некоторых участках то есть тыловые позиции вот эти вот они были лишь местами оборудованы проволочными заграждениями в принципе проволочных заграждений не было закрытых ходов сообщения между линиями не было ну то есть вот сюда вот надо было бы идти отступать по открытой местности блендированных опорных пунктов не доставало дополнительные тыловые позиции отсутствовали хотя Радко-Дмитриев мог бы укрепить реки Веслока и Веслок ну Веслока вот она вот эта вот река водная преграда которая в общем-то сама просилась на укрепление в качестве еще одной запасной линии раз уж приказали Радко-Дмитриеву встать в оборону кстати говоря окопы имелись лишь в районе Биеча на расстоянии 10 километров от главной оборонительной позиции ну это вот здесь вот он Биеч операция германцев была артиллерийским наступлением против 22 русских батарей а это 105 орудий Маккензин имел 143 батареи 624 орудия включая 49 батарей тяжелых орудий 168 стволов из которых 106 стволов были 150 миллиметровые гаубицы 16 210 миллиметровые и 12 305 миллиметровые гаубицы но имеются и альтернативные сведения по которым тяжелых гаубиц калибра 210 и 305 миллиметров насчитывалось 38 штук русские же в 3 армии имели по Заянчковскому только лишь 407 миллиметровых пушки и 252 миллиметровых в 11 германской армии имелось согласно шведскому генштабу подразделение химических войск с заготовленными газовыми баллонами и только лишь неблагоприятное направление ветров обязало германское командование отказаться от применения вот этого страшного оружия артподготовку начали в 21.00 1 мая 1915 года длилась она 13 часов причем ночью были сделаны две паузы в ходе которых саперы провели разведку и резку проволоки в это же время войска вводятся в подготовленные для атаки плацдармы легкие орудия выкатываются в передовые маскированные позиции в первой линии с 6.00 2 мая был открыт ураганный огонь из всех имевшихся стволов через каждые 130 метров полило тяжелое оружие орудие пардон боезапас на тяжелое орудие имелся по 250 снарядов на ствол через каждые 40 метров стреляло одно полевое орудие боезапас на одно полевое орудие 700 снарядов долбили также из тяжелых минометов это была самая массированная концентрация артиллерии из всех имевшихся до сих пор изо всех прошедших боевых действий на любых фронтах вот той мировой бойни на российские позиции накатил вал огня русская артиллерия обезмолвствовала в 7.00 в дополнение к открыто сосредоточенным на участке прорыва к скрытно сосредоточенным на участке прорыва четырем немецким дивизиям по замаскированным путям выдвинулись усиленные минометами батальоны гвардейцев под командованием полковника Лебеля это речь идет вот об этом вот участке здесь вот гвардия была германская в 9.00 артиллерия германцев и австрийцев смолкла был открыт открыт пардон техническая неувязка был открыт шквальный минометный огонь согласно Заюнчковской 70 стволов минометов стреляли прорыв 11-й германской армии командарм фон Маккензен начался по сигналам гарнистов в 10.00 2 мая после того как артиллеристы перенесли огонь вглубь обороны Лебель повел в атаку на 70-ю запасную дивизию с ополченческими бригадами изготовившейся к атаке части но ополченцы были вооружены крайне ненадежными берданками то есть речь идет вот об этом фланге 9-го русского корпуса вот здесь удар гвардии германской идет всего всего в атаку на 35-километровом участке от Тухова в районе 9-го корпуса до крайне левого фланга 10-го корпуса но имеются ввиду русские корпуса пошло 40 тысяч человек при поддержке пулеметного огня ну то есть речь идет вот об этом участке вот отсюда и до сих вот 40 тысяч человек это первая атака первый вал наступавших немецкие источники отмечают что русские были застегнуты врасплох ничейную территорию в 3 километра шириной на некоторых участках атакующие прошли без помех Кейлерман отмечает что повсюду атакующие были остановлены пулеметным огнем и фланкирующими контратаками так что пришлось повторить артподготовку он связывает такой неуспех с тем обстоятельством что насильно пересеченный театр Карпатского Предгорья была шаблонно перенесена сложившаяся на французском равнинном театре норма одна батарея на 200 метров фронта небывалая концентрация орудий была рассеяна в пространстве и она вела неприцельный огонь фактически огневая оборона русских не была полностью подавлена а атакующая пехота должна была залечь почти везде перед первой же линии окопов ну такое вот противоречивое описание тех событий героя свидетельствует что невзирая на потери и разрушения защитники позиций встречали врага оружейно-пулеметным огнем и штыком он вспоминает полковника Евсюкова оборонявшего так называемую Пензенскую горку гвардейский корпус сходу берет выдвинутые вперед русские позиции на высотах 405 437 382 358 первая гвардейская дивизия быстро взяла передовые позиции но вынуждена была залечь загнуть пардон фронт на юг потеряв плечевой контакт с четвертой австрийской армией в этот разрыв русские повели контратаку которая была однако отбита на участке первой гвардейской дивизии атакующие были встречены оружейно-пулеметным огнем особенно гибельным для офицерского состава ротного уровня 12 рота полегла вся так и не достигнув русских окопов полк франца поведенный в бой лично начдивом после тяжелого боя захватил высоту 405 на стыке 9 и 10 корпусов следом идут в атаку другие полки гренадерские королевы Елизаветы Александровские 2-я гвардейская дивизия наткнулась на сопротивление у деревни Стачковка и понесла большие потери во второй половине дня германские гвардейцы выполнили поставленную задачу выйдя к рубежам выйдя к рубежам пардон Турш Ржепенник Бискупи ну мы сейчас говорили о событиях которые разворачиваются вот здесь вот в этой полосе наступления вот здесь вот атакует германская гвардия 6-й австрийский корпус выказал высокую боевую выучку и упорство в бою 39-я дивизия после 3-х кровопролитных атак на высотку Вятровка сумела захватить ее только к 18.00 12-я дивизия без потерь взяла разрушенные артиллерии позиции далее вступила в переходившие в рукопашные схватки бои за вершину пустки эта вершина была взята в 11.00 далее она оказывала помощь соседней 81-й резервной дивизии действуя в охват русских позиций в Каменецком лесу мы сейчас с вами говорим о событиях которые проходили в полосе вот здесь 6-й австрийский корпус пардон ошибся здесь 6-й австрийский корпус здесь 2-я гвардейская а здесь гвардейский корпус а здесь 6-й австрийский корпус немножко я ошибся 70-я вот она вот здесь гвардейцы атакуют 81-я резервная дивизия она входит в 41-й резервный корпус и она увязла под пулеметным огнем оборонявшихся с севера горлицы лишь введением дивизионного резерва корпус добыл в рукопашном бою позиции у ручья Мошанка потери особенно в офицерах в частности и в 271-м резервном полку были крайне чувствительными была взята пауза для приведения войск в порядок 82-я резервная дивизия взяла разрушенные позиции с ходу но уже в 11.00 вступает в тяжелые бои за город горлице в полосе 61-й русской пехотной дивизии лишь после того как город был подожжен артобстрелами удалось вступить в него далее она не встречается серьезного сопротивления готовившаяся русскими контратака силою до бригады пехоты она была разведана авиацией и расстреляна артиллерийским огнем потери 82-й резервной дивизии по данным шведского генштаба составили 142 человека убитыми 365 ранеными в то время как она взяла в плен более 3600 рассеянных и деморализованных подавляющим орудийным огнем человек ее трофеями стали два орудия и более 20 пулеметов 81-й резервной дивизии дела шли намного хуже ее атакующая лавина была не единожды отбита пулеметным огнем причем трехкратные артобстрелы порядка 30 стволов в том числе калибрами 150 210 305 миллиметров вот этой вот каменецкой рощи каменецкого леса вот эти вот артобстрелы введение резервов и помощь соседней 12 австрийской дивизии долго не приносили результатов боевой дух защитников каменецкой рощи позволил им удержаться три часа против германо-австрийской военной машины лишь в 13 30 последовал перелом в бою когда вышедшие напрямую наводку германские орудия наконец расправились с безвестным для российской истории пулеметным расчетом каменецкой рощи об этот пулеметный расчет споткнулся целый полк известно что в этом бою потери только германского 269 резервного полка составили 167 убитыми и 571 ранеными здесь здесь и в последующих боях выказал храбрость и самоотверженность 60-летний майор этого полка князь он бесстрашно вел своих бойцов под огнем оборонявшихся в атаке проявил самоотверженность и мужество в бою достойное также упоминание в нашем рассказе ну вот он 41-й резервный корпус южнее 6-го а здесь гвардия вот с севера на юг описываем события атаки вот 41-й штурмует горлицо данные по потерям приданных австрийских батальонов 268-го 267-го 263-го резервного полков неизвестны на участке этой дивизии было взято в плен до 4000 человек сводный корпус атаковал малоуспешно 119-я дивизия лишь к 15.00 в результате упорных боев взяла высоту 349 и ворвалась в предместе горлице 11-я баварская дивизия была прижата к земле пулеметным огнем после артобстрела в 11.00 удалось захватить высоты 507 и 469 но потери баварцев достигли 30% далее атаки на позиции у замчистка стоили только третьему баварскому пехотному полку потеряв 20 офицеров это половина офицеров и 600 нижних чинов 119-я дивизия расшиблась об оборону сокуля высоты 346 вынуждена была запросить поддержки тяжелой артиллерии 28 стволов калибра 150 и 210 миллиметров были задействованы после которой была тем не менее вновь отбита позиции здесь были взяты после повторной бомбардировки и штурма вечером после повторной атаки тяжелого боя обе дивизии берут ночную паузу немцы же свидетельствуют что обороняющиеся открыли оружейно-пулеметный огонь местами губительный а также вели ближний бой на позициях но в результате артподготовки окопы были срыты проволокой из молотов клочья а потери были ужасающими прыгающие в окопы германские солдаты видели в них горы трупов в атаку также был брошен полк голубиной почты Ост-Энде ну это название мы берем в кавычках это была такая тайна секретная было такое секретное название германской бомбардировочной эскадры до 20 машин в ней было самолеты засыпали окопы оборонявшихся флошетами стрелами бомбили позиции артиллерии ну а также и горлицы сам город горлицы по немецким источникам представлял собой картину апокалиптического разгрома в том числе пылающий нефтяной завод и склады несмотря на большие разрушения первой оборонительной позиции и значительные потери части 3 русской армии упорно оборонялись Радко Дмитриев утром подтянул части 63 пехотной дивизии два полка остались все-таки в ясло и бригаду 81 дивизии также он запрашивает у командующего юго-западным фронтом Иванова 3 кавказский корпус комкором был Ирманов для введения его в линию ясла Змигрот смотрим на карту вот об этой линии идет речь ясла и Змигрот сюда должен был согласно Радко Дмитриеву выдвинуться 3 кавказский корпус Ясла Змигрот ну надежды на удержание позиции 61 дивизии уже не было Радко Дмитриев надеялся быстрым контрударом вот этого 3 кавказского корпуса отбросить противника Грибову вот сюда он его надеялся отбросить то есть он надеялся даже фронт прорвать с исходным рубежом отсюда на Грибов он считал возможным прорвать австрогерманский фронт были предприняты две контратаки отбитые немцами но пока что кавказцев нету это он своими силами тут действует героя свидетельствует что стоявшая северняя горлица 31 пехотная дивизия 10 армейского корпуса не отдала врагу ни единого орудия и отступала с позиций ночью по приказу не дав врагу вклиниться в оборону согласно Бонч Бруевичу южнее горлице в полосе 9 дивизии атака была отбита с большими потерями для австрогерманцев 11 армия Маккензена выполнила ближайшую задачу овладела первой линией окопов стремительно прорыва в тыл юго-западного фронта не получилось но стремительный прорыв в тыл юго-западного фронта означал бы вот такой вот замах отсекающий по крайней мере вот эти вот войска в Карпатах к исходу дня только на отдельных участках удалось вклиниться в оборону русских на 2 максимум на 5 километров против 9-го корпуса комкор драгомиров развернутого по дунайцу противник сосредоточил 4-ю австро-венгерскую армию эрцгерцога Иосифа Фердинанда это 9-й 14-й австро-венгерские 22-й резервный германский корпуса всего 8 пехотных и 1 кавалерийскую дивизии 2-го мая позиции 9-го корпуса на Дурунайце были атакованы превосходящими силами 4-й австро-венгерской армии причем на правом фланге слабые ополченческие дружины были отброшены на 7-8 километров и реку форсировали был атакован также и левый фланг корпуса но к сожалению у нас на карте здесь виден только левый фланг корпуса и все сюда Радко Дмитриев направляет 2-ю казачью сводную дивизию 298-й Мстиславский это из 31-го корпуса и 167-й Острожский это из 42-й дивизии полки у Комкора 10 Протопопова дела идут хуже после губительных артналетов германским первому второму гвардейским полкам удалось выбить с высот 405-437 124-й Воронежский полк Комполка Энвальд был у воронежцев 19-й Костромской 273-й Кромский пехотные полки они из 70-й дивизии были Белов 70-й дивизии естественно 9-й корпус на помощь ополченцам пришел 298-й Мстиславский полк Комполка Субботин из левофлангового 31-го корпуса соседней 4-й армии ну это командарм Эверт там был вот оттуда эти войска взяли героическое сопротивление наступавшим оказали остатки 42-й дивизии Ночдив Роде в 9-м корпусе 31-й дивизии Ночдив Кузнецов ну ее контратака не удалась 9-я дивизия Ночдив Лошунов 61-я дивизия Ночдив Семанский но все эти вот дивизии входили в 10-й корпус об этих вот незаконно забытых событиях мы сейчас говорим и должны бы помнить о мужестве самоотверженности тех вот людей которые пошли в бой в таких гибельных условиях на ночь Макензин взял передышку он подтягивает резервы это 20-я дивизия она передана в сводный корпус дивизии сводного корпуса подчинены Комкору 10 Эммиху русские готовятся к обороне во второй линии Радко Дмитриев вводит в образовавшийся между 9-м и 10-м корпусами разрыв 3-ю кавказскую казачью дивизию 3 полка 16-й кавалерийской дивизии 19-й Костромской это из 5-й дивизии 251-й Ставучский из 63-й дивизии полки решено что без введения подходившего к линии Кроссна Риману в 3-го кавказского корпуса успеха здесь ожидать не следует в ночь на 3-е мая на участке 10-го корпуса наступление германцев отбросило русских на линию Альшины Радславица Кличаны Крык Клицина Мале Банница Атаки на фронте 9-го корпуса были отбиты Если штаб 3-й армии полагал что здесь идет стратегическое наступление то штаб Юго-Западного фронта все еще считал что наступление можно было отбить своевременным введением в бой резервов они действительно вводились с опозданием 3-го мая в 24-й корпус поступает приказ командарма об отступлении который не был вовремя доведен до начальников дивизии начавшие отход с задержкой дивизии должны были идти по одной дороге Кремпный Змигород значит смотрим на карту речь идет вот об этих войсках которые в случае дальнейшего маневра германцев и австрийцев будут окружены то есть вот он 24-й корпус и вот здесь 2 его дивизии 49-я 48-я а здесь нужнее еще 12-й корпус и вот здесь 21-й корпус Змигрот вот он то есть примерно вот так должны отступать ну и сейчас вот об этом речь отступать они должны были по одной дороге Кремпный Змигрот грунтовая дорога Чигля-Ивля была непригодна для движения на практике первой выходила правофланговая 49-я пехотная дивизия над Дивом был Пряслов ну в общем-то оно и логично поскольку 49-я вот она она ближе к Змигроду быстрее могла совершить этот маневр 48-я пехотная дивизия она южнее 49-я как мы видели она должна была ждать ее выхода располагавшийся южнее 12-й корпус ушел на перевал Дукла по шоссе Свидник Тилова ну то есть 12-й корпус он не в полосе маневра германцев имеет возможность отступить а здесь вот этим приходится как-то втискиваться в одну только единственную дорогу также согласно приказаниям вышестоящих начальников 48-я пехотная дивизия должна была прикрыть отход разбитого 10-го корпуса на северо-восток это противоречило задаче отхода и без того вот эта задача отхода для 48-й дивизии была невыполнимой с требовавшейся скоростью взглянем на карту то есть если бы 10-й корпус отходил на северо-восток то 48-й дивизии надо было сперва подождать чтобы 49-я вот сюда вышла а потом уже следом сюда и куда-то вот сюда вот ей надо было вы идти на ждивом 48-й был Корнилов его суворовцы были вынуждены занять оборону о связи с штабом корпуса и с уходившей первой правофланговой 49-й дивизией у него не было 49-я дивизия уходит на Знигрот по шоссе по которому должна была уходить и 48-я дивизия пути отхода обеих дивизий сходились в Крем и далее дорога шла через Конты имевшаяся на левом фланге Корнилова шоссе от Свидника на местечко Дукла была назначена для отхода 12-й сибирской стрелковой дивизии из 12-го армейского корпуса ну то есть пути отступления были в общем-то забиты войсками 49-я дивизия а здесь 12-й корпус оставалась еще шедшая от центра стрелковой дивизии из 12-го армейского а пардон 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 оставалась еще шедшая от центра позиции трудно проходимая местами раскисшая и без необходимых для движения агатий к тому же с крутыми подъемами грунтовая дорога Чигла Оженна Ивля Комкор 24 Цуриков получивший предупреждение о возможном отходе издает предварительный приказ о плане отхода но здесь мы пока что делаем паузу с этими событиями вот эти события о которых мы говорим то есть отход 24-го корпуса и боевые действия 48-й пехотной дивизии они получили в исторической науке название Дуклинской катастрофы как составной части Горлицкой катастрофы и мы возвращаемся к боевым действиям в полосе основного основных событий основного наступления отходящие русские войска идут в чистое поле но мы помним мы помним что Радко Дмитриев не позаботился о том чтобы здесь вот нарыть окопов понаставить проволочных заграждений этого нет и такие войска они уходят не по ходам сообщения они становятся жертвами артиллерийских и авианалетов а также наседающего противника русские отошли на линию Пржегодин Родзеяя Бееч Зуров третья австрийская армия командарм Бараевич она занимает высоты восточнее Мадястува Мадястува третья австрийская армия ну вот она оперирует как раз вот против двадцать четвертого двенадцатого корпусов двадцать первого корпусов вот здесь вот она начинает движение также наступление но это естественно раз сорок девятого начинает отходить десятый русский десятый корпус стоит на линии по стражне домини доминиковице Урвиска 41-й резервный корпус германский 41-й резервный корпус располагается на линии клиник Загоржаны 6-й австрийский корпус мощеница в районе мощеницы гвардейский корпус стоит на линии Туржа Ржепенник Жижевский 4-я австрийская армия командарм Фердинанд севернее Ржепенника Стражежевского резервы у немцев 20-я дивизия вошла в Грибов 19-я перешла реку Дунаец то есть речь идет что вот здесь 20-я в Грибов а там севернее и 19-я 11-я венгерская кавалерийская дивизия была передана также 4-й армии ну в качестве еще одного резерва разведка была затруднена поскольку небо застилал дым от горящих нефтяных скважин 3-го мая Макензин вводит в дело резерв 10-й германский корпус в 7-0-0 3-го мая 1915-го года в дело вводится маневренный кулак Макензина 10-й корпус это 119-я 20-я пехотные 11-я баварская дивизия то есть Комкор Эмми он получает подначало сводный корпус и добавляет 20-ю свою 20-ю пехотную дивизию после 12-ти 0-0 согласно монографии шведского генштаба атакует резерв 10-го корпуса 6-й австрийский корпус здесь правофланговая 12-я пехотная дивизия вот этими силами он преодолевает пулеметно-артиллерийский огонь русских и медленно продвигается вперед левофланговая 39-я австрийская дивизия после 7-й атаки берет решающую высоту 307 гвардейский корпус имевший теперь во втором эшелоне 19-ю пехотную дивизию вынужден продираться через распутицу после прошедших дождей орудия отстают от пехоты ну то есть гвардейский корпус вот он здесь идет в атаку 19-я пехотная дивизия германцев вот она здесь также вводится в дело против второй линии обороны русских вторая гвардейская германская дивизия безуспешно атакует в 14.00 высоту 425 ну или высоту липья атака была отбита артиллерийским огнем русских мы благодарные потомки не знаем имен тех офицеров артиллеристов которые при той адской нехватке снарядов умудрялись перемолоть перемолоть переломить пардон напор русских гвардейцев артиллеристы прижали германскую пехоту к земле поздно вечером после артподготовки подошедшей тяжелой артиллерии гвардейцы фон Винклера берут в штыковом бою позицию у Липье 1-я гвардейская дивизия берет позицию у Ольшины без особого труда гвардейцы не смогли выполнить задачу дня выйти на линию подлесья Ольпины Зуров подошедшие пакетами русские батальоны остановили неприятеля перед второй линией обороны после полудня гвардейские 6-й австрийский корпуса остановлены сильным ружейно-пулеметным огнем перед второй линией обороны 41-й резервный корпус остановлен губительным огнем с массива Вильчак лишь 119-й пехотной дивизии удается вклиниться в оборону поддержавший ее 237-й артиллерийский полк попал при перемене позиции под русский артналет и потерял несколько орудий немцы не успевают подтягивать тяжелую артиллерию и после того как подвезли 210-миллиметровые гаубицы только вечером они смогли выбить русских из второй линии где они были контратакованы и удержались только потому что русские попали под огонь собственной артиллерии то есть контратака к сожалению попала под дружественный огонь русская артиллерия обстрелила позиции германцев и одновременно пошли в атаку пехот в контратаку пехотные части захватить третью линию окопов немцам не удалось но десятый корпус держится из последних сил и единственная надежда сейчас была только лишь на скорый подход третьего кавказского корпуса гора Вильчак пала под утро после упорного ночного боя обеспечивавшие фланг третья австрийская армия командарм Бараевич выходит на линию при Жегодино Баница десятый корпус четвертой австрийской армии командарм эрцгерцог Иосиф Фердинанд перешел на правобережье реки Бяло В 20-ти километровом разрыве Тухов Зуров между 9-м и 10-м корпусами русскими корпусами действует отряд генерала Володченко это 16-я кавалерийская дивизия Костромской и Ставучанские полки силы его были слишком малы для противодействия даже с учетом подхода суда 3-й и 3-й Донской казачьих дивизий крайняя фланговая 70-я дивизия 9-го корпуса потеряла боеспособность и отходила а крайняя же 31-я дивизия 10-го корпуса вела тяжелейшие оборонительные бои но это речь вот вот об этом вот участке фронта вот они гвардейцы вот здесь вот 4-я австрийская армия и здесь вот они ломят Бараневич 3-я австрийская армия то есть он начинает преследование 49-й дивизии а 48-я она вынуждена здесь оставаться все корпуса 11-й германской армии командарм фон Маккензен увязли в боях против русских 42-й дивизии 9-го корпуса 31-й дивизии 61-го 9-й дивизии 10-го правого фланга 49-й дивизии Начдив Пряслов 49-я дивизия это вот из 24-го корпуса то есть она отходит и вступает в бои с этим вот крылом ломящихся через фронт австрогерманцев враг в основном навалился на рубежи 9-й и 61-й дивизии где его густые цепи отбивались ружейно-пулеметным огнем а также штыковым боем германцы ведут в ответ губительные арт-бомбардировки Радко Дмитриев в этот день то есть 4-го мая просит отхода на реку Вислока на реку Вислока это разом через третью линию обороны перемахнуть и вот она по Вислоке встать в оборону но он получает отказ вот этот отход его армия на эту реку вызвал бы неизбежно отход соседних 4-й и 8-й 11-й далее 11-й армии на реку Сан смотрим вот на эту вот карту то есть если бы он отошел на Вислоку пришлось бы 4-й армии равнять свой фронт 8-й армии равнять свой фронт 8-й вот она 8-я пардон вот здесь вот это Радко Дмитриев значит отход на Вислоку заставил бы отойти 4-ю 8-ю и здесь вот 11-ю армии им бы пришлось отходить на реку Сан куда пришлось бы уйти и болгарскому генералу за ними следом командующий фронта Иванов в этот момент все еще предполагал что главный ударов строгерманцами будет нанесен со стороны Карпата в районе Горлицы они проводят отвлекающее наступление тем не менее к месту прорыва движется 3-й кавказский корпус а в него входили 52-я пехотная дивизия на подходе и 21-я дивизия а также 81-я дивизия и 2 кавалерийские дивизии эти войска должны занять 3-ю линию обороны и они отправляют подкрепление в 31-ю и 61-ю дивизии австро-германские войска продвигались вперед за один день продвинулись пардон вперед за один день на 20 километров в 20 00 3-го мая Радко Дмитриев отдает приказ номер 1207 по армии с диспозиции согласно КОИ главный контрудар должны были нанести силы 10-го армейского и 3-го кавказского корпусов причем приказом не установлен был план взаимодействия этих корпусов остальные действовавшие в полосе сражения части были явно недостаточны для содействия этому контрудару а переброска частей из других корпусов 3-й армии сюда вообще не было командармом Радко Дмитриевым предусмотрено не была она предусмотрена Радко Дмитриев убедившись что австро-германцы пытаются прорвать русский фронт именно в полосе его армии никак не позаботился о создании дополнительных рубежей обороны в свете встречающихся упоминаний о том что болгарские спецслужбы активно действовали против России под прикрытием своих дипломатических представительств в интересах центральных держав и в свете того что командарм 3 еще совсем недавно был в дипломатическом ранге в России было бы весьма интересно разузнать поподробнее все о его действиях в ходе вот этого прорыва у горлица Тарнов ну и также вообще подробности его биографии представляются нам крайне интересными ну совсем не обязательно хотя исключить нельзя совсем не обязательно что именно он значит мог содействовать вот этим успехом центральных держав в 1915 году возможно в подготовке вот этого прорыва постарались болгарские спецслужбы используя дип-статусы и давние служебные знакомства может быть с генералом вот но обстоятельства вот этого прорыва говорят против него ведь ставка поначалу недооценивала серьезность ситуации на фронте третьей армии и вину за это несет Радко Дмитриев именно на это указал в телеграме начальник штаба Юго-Западного фронта он подчеркивает что осмысленного распоряжения войсками в ходе этой операции со стороны Радко Дмитриева не было ушедшая же на имя Иванова от Радко Дмитриева телеграмма номер 1194 свидетельствует что командарм 3 вообще полез не в свои дела он взялся запрашивать переброски к нему корпуса из района Августов Ломжа это на эту карту надо посмотреть вот здесь вот третья армия Августов Ломжа это вот здесь вот в Пруссии значит он считает что никакого отношения он к этому фронту не имеет и тем не менее запрашивает войска аж отсюда или из Буковины из Буковины напомним это наступление вот 9 армии вот отсюда изъять войска либо же он значит запрашивает наступление 4 армии на Висле ну на Висле наступление 4 армии это вот оно у нее уже тут фланг открывается с отходом начавшимся отходом 3 армии она наступает и уж как минимум задерживается тут на этих позициях а немцы ломят за ним за Радко Дмитриевым сам же Радко Дмитриев позабыл о наличии в его армии сил которые можно было бы гораздо быстрее ввести в дело чем вот эти все сложнейшие комбинации естественно вот этот вот особо интеллектуальный запрос остался без ответа он мог бы свои войска вот отсюда перебросить быстрее нежели вот отсюда или вот отсюда направлять сюда войска ставка оценивала положение 3 мая ошибочно в донесении номер 1006 Николаю второму великий князь отмечал что 9 и 10 корпуса осадили фронта к месту удара подходил 3 кавказский корпус но мы полагаем что такое заблуждение оно возникло не само по себе и ответственным за заблуждение за введение в заблуждение высшестоящего руководства несет Радко Дмитриев как непосредственно ответственный за вот этот угрожаемый участок фронта сейчас мы вернемся к Дуклинской катастрофе к Дуклинской катастрофе уже 4 мая германский корпус Эмиха выходит к Змигроду 4 мая вот он Змигрод вот мы говорили Эмих усиленный дивизиями сводного корпуса вот он ломит сюда на Змигрод 49 дивизия она успевает выйти а 48 она остается вот здесь вот мы сейчас поговорим что же там в 48 дивизии происходит вскоре Змигрод пал то есть германцы захватили его оттуда он угрожает 49 дивизии и обстреливает шоссе Мейсце Дукла по которому Комкор 24 цуриков хотел вывести корпус в Кросна в Кросна вот из Змигрода надо уходить в Кросна 49 где-то вот здесь вот ее выкинул Эмми а 48 где-то вот здесь вот но мы сейчас поговорим что она 4 мая в 48 дивизии Цуриков со штабом находился весь день в движении он переменил за это время 9 пунктов и в результате потерял всякое управление войсками немцы заставили Цурикова вернуться со штабом в Дуклу оттуда он 4 мая в 20.00 издал приказ частям корпуса об отходе на Едличе Риманов Синяя 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 причем приказ был доведен до Ночдива 49 Пряслова лично а подтверждение о получении приказа в 48 дивизии Цуриков не ждал после чего прибыв на авто на автомобиле в Кросно тут же совершенно ложно сообщил Радко Дмитриеву о выполнении отхода это было так и сообщено вставку и Цуриков причем тут же получил благодарность по телеграфу по телеграфу ну то есть смотрим вот здесь вот мечется Цуриков вот Кросно и сообщает что якобы его корпус уже вышел на самом деле 49 дивизия тут только ведет бои а 48 она уже фактически в мешке на самом на самом деле на самом же деле устный приказ об отходе да еще и неточный приказ а это было в стиле Цурикова неточные приказы он постоянно упоминает возможно или по возможности так вот этот приказ начди в 48 корнилов получают только в 22.00 4 мая 5 мая ночью и рано утром части 48 дивизии начинают движение но за это время германцы взяли высоты 421 534 и подвергли обстрелу дорогу у деревни Ивля кроме того также сюда выходят и австрийские передовые части отрезая отход на Дуклу имевшая шанс выйти из окружения артиллерия дивизии отправленная Корниловым кружным путем из-за ошибки разведки попала под огонь австрийских канониров с потерей части орудий и пленением командира 48 артиллерийской бригады генерала Шульмана к ночи враг взял Дуклу и Корнилов оказался в окружении многочисленные попытки прорваться были безуспешными ну предположительно потери убитыми и ранеными составили 6500 человек в ходе последующих боев ну в общем-то мы сейчас делаем паузу с Дуклинской катастрофой с Дуклинской катастрофой и мы переходим к более масштабной Горлицкой катастрофе Горлицкой катастрофе 4 мая Николай Николаевич сообщает в донесении 10034 что образовавшиеся в нашем расположении прорывы заполнены ну как видим оценка обстановки совершенно ложная 4 мая 1915 года австрийская 4 армия правым флангом занимает Добротин и Обшар восточнее Громника то есть речь идет о 4 австрийской армии она тут в эту карту не влазит ну в общем восточнее Громника вот сюда вот они идут Германская 11 армия стремится захватить переправы через реку Веслока поскольку авиаразведка установила начало поступления отступления русских из Карпат 10 армейский корпус отбил русскую контратаку и захватил третью линию обороны Уфалюш Острага то есть вот уже идут бои за Веслоку в сторону Кросс на Цуриков 49 дивизии успел выскочить на 48 она бьется в окружении 11 баварская дивизия вступает в бои с частями 10 корпуса в 3 линии обороны бои за волю Чеклинску принесли удачу баварцам лишь вечером причем потребовалось подтянуть к ним и 119 пехотную дивизию что вызвало потерю связи с 41 резервным корпусом если 81 резервная дивизия последнего после тяжелого боя вечером захватила деревню особница то 82 должна была свернуть на помощь 6 австрийскому корпусу вынужденному отбивать энергичные контрудары у ручья Ольчинка гвардейский корпус увяз во второй линии обороны если первая гвардейская дивизия начдив принц Эйтель Фридрих несколько продвинулась вперед то правофланговая вторая гвардейская дивизия была бита русскими русские гвардейцы надеялись на начавшуюся бомбардировку тяжелой артиллерии и на буксовавших австрийцев 39 пехотную дивизию они надеялись на нее гвардейцы берут свое артиллерии к исходу дня они вышли к назначенному рубежу Широжины Сикорница Зурова по немецким данным удалось продвинуться на 14 километров по Зайончковскому продвижение немцев вглубь составило в этот день от 2 до 6 километров русские 10 корпус потерял 30 тысяч человек в нем осталось не более 5 тысяч человек причем в 61 дивизии 800 в 9 900 штыков 9 корпус потерял 10 тысяч человек захвачено 17 тысяч пленных и 8 орудий участок прорыва в ширину теперь достигает 35 километров успех 10 германского армейского корпуса вышедшего после упорных боев за циклинскую позицию к западу от Змигрода развал коммуникации русского 24 корпуса это резало коммуникации русского 24 корпуса то есть вообще 24 корпус он расколот Радко Дмитриев мы об этом сейчас более подробно говорили Радко Дмитриев приказывает 24 корпусу в ночь отойти к югу от Змигрода это вынудило Иванова приказать отойти к северо-востоку находящий находящийся северо-севернее Вислы 4 армии отступление Радко Дмитриева естественно должно вызвать отступление 4 армии а не наступление как того пытался затребовать Радко Дмитриев наступление вызвало позволило бы германцам давало бы выбор германцам ударить сюда на тылы или ударить сюда на тылы так что очень сомнительного свойства была инициатива Радко Дмитриева по вот этим переброскам войск и наступлению 4 армии Эверта вся третья армия отступает ну и также соответственно правый фланг 8 армии тоже должен отступать правый фланг 8 армии это вот здесь вот вот он отступает также и 4 армия должна отступать почему она должна наступать прорыв германского 10 корпуса оторвал этот 10 корпус Эмиха от плечевых частей 3 австрийской армии она застряла у горного хребта севернее Бартне Маккензен не смог выполнить поставленной задачей выйти к реке Веслока в центре и на левом фланге он продвинулся на 5-6 километров на правом фланге как мы уже понимаем дела идут гораздо лучше то есть 10 корпус Эмиха он выходит к Змиграду на правом фланге прорыв идет как по плану Фалькенхайен в это время уверовал в возможность глубокого охвата силами 11 армии и он снимает с французского фронта 56 пехотную дивизию направляет ее в 11 германскую армию введенные комфронта Ивановым в бой части 3 кавказского корпуса порядка 40 тысяч бойцов комкор и рманов в районе реки Сан поступают только 4 мая то есть они выходят в район реки Сан и по частям без достаточной артиллерии то есть это была такая пожарным порядком переброска и конечно же они лишь немного могут облегчить тяжелейшее положение в районе прорыва 21 дивизия выходит к 9 52 к 61 3 армия отходит к реке Веслока введенные в дело кавказцы оказались не на острие главного германского удара который был теперь направлен не столько против 10 корпуса сколько в его стык с 24 корпусом ну то есть мы понимаем вот сюда Змигрот здесь у них самый большой успех здесь-то они еще застряли приказ номер 1207 остался на бумаге он был заведомо невыполним Радко Дмитриев вынужден отдать новый приказ номер 1230 по армии согласно коему 9 корпус должен был отойти на право бережье Веслоки отряд Володченко должен был обеспечить плечевой контакт с этим корпусом и группой Ирманова 3 Кавказский корпус это группа Ирманова и остатки 10 армейского корпуса причем группа это должна на левобережье Веслоки прикрывать Ясла 24 и пардон Ясла давайте глянем Ясла вот оно Ясла вот и сейчас речь идет об обороне уже линии реки Веслоки 24 и 12 корпуса должны были отступать только левый фланг 12 корпуса оставался на месте 21 и 29 корпуса должны оставаться на своих позициях то есть Радко Дмитриев пока что оставляет войска своего левого фланга вплоть до левого фланга 12 корпуса на месте а здесь он отходит начальник штаба юго-западного фронта Драгомиров считал что Радко Дмитриев командует армией неудовлетворительно о чем он и докладывал Данилову вставку он считал что за отходом третьей армии неизбежно должны были отступать и четвертая и восьмая армия армии одиннадцатая армия могла же остаться на месте а девятой следовало вести наступление в заднестровье ну то есть в это время это мы как мы помним надежда главная надежда Николая Николаевича что здесь вот девятая армия что-то сможет изменить в складывавшейся стратегической обстановке Данилов Данилов в заднестровском наступлении ключ для решения проблемы в Галиции Данилов черный это ставка главка верха значит посмотрим на это нет 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 еще не посмотрим Дуклинская катастрофа но мы о ней поговорим попозже сейчас я думаю можно сделать перерыв в нашей лекции спасибо за внимание Горлицкая катастрофа и как составная часть Дуклинская катастрофа вот об этих событиях мы будем с вами рассуждать и далее ну пока что спасибо за внимание до следующих встреч